Народ всем привет, есть у меня вот такая вот болгарка, ну кроме аккумулятора, наверное не одна, есть вот такая вот болгарка, она уже такая в возрасте, значит, у меня уже погрызанная ручка, болгарка ХНГБТ, но у меня уже наверное лет 10, если не больше. Иногда она у меня работала днями, ну то есть чуть ли не по 8 часов в день с такими перерывами, типа полтора часа ей работаешь, она нагревается вся, что аж в руках держать нельзя, вот особенно зона редуктора. Встал компрессором в одно отверстие, во второе, потом все вентиляционные продуваешь, как бы охлаждаешь таким типа ускоренным способом и продолжаешь дальше работать. За все это время, как бы, щетки я ни разу дней не менял, очень сильно меня выручала эта болгарка, никуда не подводила, то есть она всегда работала четко. И наконец-то пришел тот момент, то есть ей уже один раз доставалось по проводу, да, понимаете, да. Потом раз досталось, второй раз досталось по проводу. Сегодня, значит, будем делать самую банальную, простую вещь. Это мы поменяем вот на такой вот провод, это провод по маркировке ШВВП, два на полтора. Хотя тут используется трехжильный кабель, ну то есть фаза 0, земля. Да, но так как часто эта болгарка подключается к генератору, бензогенератору, у которой априори нет земли, да и фазы 0 особо-то нету. То есть там какая-то такая разбивка непонятная, или что-то подобное на фазу 0. Ладно, это не вопрос, да, не суть нашего сегодняшнего видео. В общем, буду использовать вот такой вот, на хозяйстве есть кабель, вот его и буду использовать, да. То есть то, что есть, то используем. Полтора квадратных ватт с головой, тут мощность, мощность, если остались наклейки. 750 ватт, 3,4 ампера, 11 тысяч оборотов в минуту. Сделана в Китае, но ей реально 10 лет, если не больше. Даже, наверное, больше, где-то лет 12. То есть, древний аппаратик, но столько времени проработал. В общем, что я хочу, поменять провод, и я хочу вот это вот, разобрать все дело. Посмотреть, как там состоит наша смазочка, если что, добавить смазки. Ну и проверим щетку. Ну что, приступаем. Так, первым делом посмотрим на состояние щеток. Я так, браво, папа, взял отвертку. Ума казалась большая. Чего я такой замки? Непонятно, но... Я взял вторую, очень поменьше. Давайте, по коллеге флангу, чтобы было видно. Если вдруг с щетками что-то не то, то я поеду на рынок и куплю их. Вот состояние щеток. Давайте. Не знаю, камера свелась или нет. Может быть, вот так вот будет видно. Вот такое вот состояние щеток. Я считаю, что идеально. Или приближенно к идеальному. Поэтому ничего менять не буду. Также щетка обратно. С одной стороны. Сейчас проверим со второй стороны. Это, кстати, вот, относится к обычному плановому ТУ. Рекомендуйте. Итак, вторая щетка. Народ, ну, покажи. Кстати, тут износ не совсем равномерный. Надеюсь, будет видно. Так оно чуть-чуть под углом. Но, может, щетка как-то так стояла. Не знаю, неважно. Там все вроде хорошо. Как говорится, не мешаем механизму работать. Значит, сначала мы делаем механическую часть. Ну, я буду делать механическую часть. Давайте мы посмотрим. Вот у меня тут ключик приколхожный. Юг менять не буду. Пусть останется эта. Она, конечно, не супер-пупер. Но покупать сейчас легран не хочу. Вернее, хочу и поеду. Я же куплю пару штук. Потому что лишними не бывают. Снимаем старую изоленту. Потому что она уже до не могу старая. И разбираем. Не забираем. Тут школьник прикрепит. У меня сложныйКон. У меня тут болтик. Вот. Это нул-см. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Точно так же, как и Тельфер года два назад смазал, давайте вот так вот покажу, смазал синей смазочкой Вот так, чтобы все прочитали, поняли Вот такой вот смазкой смазал, ну и как вы видите, состояние очень даже неплохое здесь Давайте посмотрим, есть какой-то небольшой деревянный налет, но это все фигня Обратите внимание, смазкой забито все, может чересчур много, не знаю Но это я смазывал, по принципу не испортишь, но вы меня поняли В общем, делать тут ничего не надо, смазка осталась темно-синий В общем, сейчас я так по краям тут протру Чтобы мы туда грязь не напихали Я прекрасно понимаю, ну то есть, да, вы видели по состоянию болгарки, что она вся была грязная Что это все было нехорошо, в общем В общем, ребят Я, кстати, всегда, когда покупаю болгарку Всегда я ее раскручиваю и добавляю сюда смазку Потому что почему-то производитель очень мало ее добавляет Потом начинается, а почему у нас там шестерни выходят там еще Ну, есть в Китае, кстати, с пластиковым шестерни, вот с этой Я не знаю, как это правильно называть На самом деле, вот такое вот простое обслуживание Сделать это раз в году, посмотрите, что у вас и как у вас Вот на этих частях, тут такой микро-микро еще насечечки на самом зубчике Вот я пальчиком, вот еще чуть ниже Шкрябаю, тут такое ощущение, как пилочка такая Надеюсь, это видно То есть, все это осталось заводское, ребят Снимаю шляпу, как бы, ну, лет 10 девайсов Работает на стройке у меня То есть, когда строит он, да То есть, пыль, грязь, повышенная влажность Ну, все как доктор Вот это алюминий, болт стальной И вот там вот происходит нагрев И чтобы потом не было сорванной резьбы Я чуть-чуть Самую капельку буду использовать И такую медленную смазочку Так, не скажу Наношу ее, ну Сейчас Наношу ее, вот приблизительно, вот столько И, естественно, грязными пальцами ее размазываю Так лучше получается Ну что, наш секретный состав для мойки Это бензин, ну, вот у меня бензин там с двухтактным маслом Вообще, рекомендую, кто не знает Есть на заправках продается дешевый бензин Типа спертосодержащий Он намного дешевле Так вот, для мойки чего-нибудь Вот, как по мне, нет ничего лучше Бензина, либо же керосина Все, в принципе, основная часть По механике готова Сейчас я прям при вас Давайте, кстати, продурим Вот, видно Давайте так, чтобы было как-нибудь застать Было видно, вот так вот, наверное Видно, да? Все, можно считать, что мы ее продули, прочистили И основные плановые работы По обслуживанию болгарки выполнили Сейчас мы ее быстро собираем Чтобы не занимать ваше время Я ее сейчас очень быстро собираю И тогда займемся электрикой Значит, собрал я болгарку Походу я включил паяльник Береется Вот, кстати, ну, кто делает паяльник Вот, я удивляюсь, у меня никто А кто заказывает, блин, паяльник с проводком Метр-метр двадцать Очень удобно работать Вот так выглядит болгарочка Внутри точка остается То идет на Викенстейн Так, берем наш Наш провод Вот этот вот Это у меня кусок, у него шесть метров Честно говоря Шесть метров использовать не будем Будем использовать всего пару метров Метра два точно И так, чтобы лучше все это дело скользило Вот так Капнем Немножечко смазки Метельные смазки Глубокого понятновения Наши керосин Шприцом Чуть-чуть Аккуратно Вот так, шприцом Я уже На самом деле Накапал Так, точку Невозврата мы уже прошли Потому что я Смотрю По маркировке И тадам Повернул голову тут камере Смотрю Опа Надпись Камера Памяти заполнена В общем Пришлось карту поменять За одной аккумулятор Не знаю, что успел сказать В общем Зачистил провода Надел эту штучку Значит Паяльник уже нагрелся Здесь у меня баночка Скайнифольдер Главное ее открыть Вот это Плантовать Уберем Уберем все это дело И в этой баночке И попробуем Попробуем забыть Машинку Ну что Зажимаем провода Машинку 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, наша болгарка полностью функциональна. Мы с ней справились абсолютно. Никаких проблем нас это не вызвало. Все сделали достаточно быстро. Если бы не снимал бы видео, то было бы еще быстрее. Всем кому понравилось видео ставим лайки Подписываемся на канал Всем спасибо за внимание И до новых встреч До свидания